всем привет продолжаем прохождение darksoul 2 опа что же такое у меня в руках да 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 у меня были ногти но я решил все таки попробовать с когтями почему во первых у так подождите 130 150 во первых у когтей до которые были у меня когти тени до там у них атака по-моему до 110 и низкие показатели а вот здесь показатели выше атака до 130 короче говоря ногти эти они во всем лучше тех которые у тени и еще одна причина здесь мы сразу встроенная эти про я пробовал проапывать вот здесь плюс 10 лею 10 плюс 5 побегал ресурсы собирал но это было не проблема принципе у меня просто было много ресурсов но смотрите на опер здесь показатель d здесь показатель b a b c d потом когда прокачаем до самого верха здесь будет показатель и а а а показатель но мы сделаем кое-что другое есть такой небольшой секретик у этого оружия уникальный секрет который я думаю вам понравится это секрет связано с очарованием очень необычным зачарованием еще но смотрим плюсы во первых показатель да здесь будет b он будет а на 10 левеле но из-за зачарования он станет b b ну пускай вот так здесь hd a b c d то есть д на два показателя еще ниже это во первых во вторых здесь будет атака по моему 130 10 левела здесь на десятке у нас уже 110 опять провал здесь есть встроенный еще дополнительное кровотечение сотни например сейчас здесь ничего нет ну кровотечение кстати про кровотечение и я да я вот пробовал разные варианты короче сейчас тоже в интернете отзыв короче говоря пишу что это ну фигня грубо говоря у множество боссов есть иммунитет к кровотечению к яду и так далее то есть это может быть хорошо только для pvp но именно для прохождения игры вам будет очень тяжело драться с оружием у которого кровотечение я игрой работает на многих юнитных крипов да но на боссов по моему нет сколько я помню что мы сейчас делаем сейчас мы будем все свои хвосты догонять и обрезать во первых что мы сейчас делаем мы сейчас отправимся в одно интересное место я еще нашел да пару фляжек давайте я вам покажу где нашел фляжку чисто случайно и хотел находить ну так получилось ладно всем покажу два места где лежат еще по одному осколку фляги когда я здесь пробовал тестировал разные раскачки на меня тоже самый дух нападал три раза вы прикиньте три раза вторгался я уже думал охлана пошла в жопу короче там девушка вроде его вот здесь и первый осколок то есть вы входите с другой стороны ну так дом дом ходите и все с той стороны заходите сейчас мы идем а то помните мы я вам покажу потом где второй осколок но сначала мы давайте закончим квест хотя уже закончить квест давайте мы его закончим вот сюда вот пойдем помните про пэта пэд пейт неважно чем мы узнаем его имя забыл мы все разы его увидели осталось последний раз именно здесь правильно правильно и все потом он будет драться там где мы уже были да надо было обязательно с ним поговорить иначе они бы не начали драться все теперь начали будут раз а нам нужно будет убить этого из них смотрите я статисты это характеристки не обнулял я вообще ничего не трогал без вас а я же вам сейчас еще кое-что покажу тоже бродил здесь когда кура это бывает кушаешь да фигней страдаешь на потихонечку ходишь не дерешься просто ходишь и увидев что мы кое-что пропустили это помните боссом отсюда вышли и как-то слишком быстро побежали на а потом я смотрю интересно здесь проходик ваза и ничего здесь нету думаю ладно здесь вроде то же самое да ха пусто нет не пусто кстати эту тему я раньше не видел то есть я первый раз ее сегодня я увидел 10 минут назад во первых это чердак мало того что этот чердак тысячи человек я не знаю что за человек и ни разу с ним не общался хотя специально вам показать это во первых соберем все плюшки увядшая душа малый щит клирика он эра клири как я понял по идее уголь вражды от как раз нам нужно будет всегда нам угли вражды я потратил все угли вражды чтобы фармить так вот фигня всякая сейчас у меня оружие оно не сильно развито да поэтому драться конечно с ним не очень интересным вот я пока вот так мало ли что так Все то же самое говорит. Ааа, понятно, грешник, да, то есть я уже сказал, когда вы используете красное око, да, или когда вы убиваете NPC, то вы потихонечку становитесь грешником, не сразу, а там через некоторое количество, это можно повстрелить, здесь вот, информация об игроке, здесь вот будет написано грешник, ага, тяжесть грехов, здесь будет написано грешник, и скорее всего именно у него вы можете опускать грехи, этого я не знал, теперь я буду это знать, это хорошо, то есть теперь можно грешить, а потом, если что, я уже говорю, когда вы грешник, да, у вас будет здесь написано, когда грешник, то иногда будут торгаться синие стражи, которые используют эту фигню, помните, мы использовали синие око, они будут находить вас, и будут просто вам мешать, будут стараться вас убить, наоборот, в принципе, это даже весело. Я думаю, ничего интересного он не продает, интересно, белый главный обор жреца, прикольно вообще, ну да, это чистый клирик, так, это мне не надо, это не надо, отравление у нас есть, у него одна магия, но я запомню, безусловно, потом его, если что, найду. Все, очень хорошо, нашли еще одного NPC, полезного, в принципе, полезного, теперь будем знать, что грехи можно опускать, отпускать или опускать, не важно. Теперь, что мы делаем дальше, блин, у меня нету фигурки, да, да, фигурок, видите, у меня нету, в свое время я все потратил, нужно кому-нибудь помочь, но это уж другая история. Так, что я хотел еще сделать, нам, во-первых, нужно пойти к нему. А, точно, нам нужно посмотреть на их драку и убить кого-нибудь из них, в принципе, как я помню, без разницы, кого мы убьем. Вот он, дом, да, уже сразу я нашел дом. Блин, у меня прям за окном самолет, невозможно, сейчас, секунду. Все, я здесь, там, кто-то стреляет. Так, за окном у меня самолет пролетел, долго летел. Все, идем дальше. Прямо здесь сейчас будет драка. Стоп, почему драки-то нет, подождите. Ну, почему? Надо вспомнить, почему же здесь нету драки. Само собой, потому что я что-то упустил. Это не потому что у меня нет человечности, я думаю, ни при чем, да? Нет, нам нужна драка в любом случае, иначе я сейчас еще буду искать вариант, почему нету. Там плюшка лежит. Обязательно нужно найти вариант решения проблемы. По понятию прогуляемся туда, быстренько. Бьют они магии больно, неприятно. Так, речка у меня есть, если меня убьют? На, по хребту тебе. Очень интересно, почему же они не пришли? О-о-о! О! Здесь костер будет, офигенно! Я как раз в прошлый раз забыл, где костер. Все, нашел костер. Вот туда дальше по лестнице будет. Я помню, что я, когда играл тогда, да, я фармил этих... Пол... Половые маги называются. Отсюда прям можно увидеть костер. Вон, там он. Отсюда пока мы прыгать не будем. Ой, и отсюда прыгать. Внизу, по идее, будет два паука. Ну, квест мы обязательно пройдем. Сейчас я поставлю на паузу, да, и прочитаю, почему же не получилось. Хотя, по идее, я все сделал абсолютно правильно, но это странно очень. Вот вы видите, да, какая сила у оружия. То есть я бью сюда, и он убил как раз тот, кто стоял сзади меня. Я вам говорил об этом. Оружие очень хорошее. Ну, я ведь хочу что-нибудь еще придумать, поэтому начинаю собирать когти всякие разные, фигню страдать. Ну, ладно. Это уже не важно. В любом раскладе я всегда смогу использовать это оружие. Хорошо. Это сейчас я гляну, да, почему не получился квест. Так, хорошо. То есть мы еще один раз не встретили Крейтама. Угу. Хотя... Обычно у меня с ним проблемы не было. Очень странно. Подождите. Блин, ну почему же? Где-то здесь я должен встретить Бук Рейтана. Не понимаю. Где-то мы видели Пейта. А при чем здесь Крейтан? А, вот он Крейтан. Нет, это не он, видимо. Блин, больно же бью, да? Не, не могу понять. Реально, где-то мы упустили. Я помню, да, что нужно еще один раз встретиться с ним. А вот где? Очень странно. Эх, Крейтан, Крейтан. Где ты? Ты лежишь? Нет, не ты. Признач на стену, да? Пейт, 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 пейт. Странно. Ладно, будем думать дальше. Посмотрите на это чудо. Да. Скорее всего, знаете почему? Мы все сделали абсолютно правильно, да? Я ничего не упустил. Скорее всего, мы просто не договорили до конца. Он не сказал, наверное, одну фразу. Поняли? Только из-за этой фигни, только из-за этого, да? Не выполнился квест. Поэтому мы все сделали абсолютно правильно, все идеально, как и было положено. Только не договори. Это будут, опять же, мне уроки, ну и вам тоже, чтобы вы знали. Всегда говорите с НПК до самого конца. Все, собственно говоря, идем мы на драку. Убьем мы пейта. Кстати, там можно убивать его будет любым оружием, потому что он нас бить не будет. Мы устроим кровожадную вечеринку. Распустим кишочки по всему саду. Ой. То есть вы поняли, да? Что... Ну, конечно же, накосячил я немножечко, ну ладно. Но зато я рад тому, что все сделали правильно. Самое главное, все сделали правильно. Просто не договорили. Одну фразу. Вон они, месиво. Посмотрите, кишки летят. Посмотрите, мозги по всей стенке. Эээ, ты меня задел, мудак. Ой, извиняюсь. Ты меня задел, ты понимаешь? Давайте попробуем сделать прокаст. Кстати, наверное, двоих мы убивать не будем сразу. Хотя я мог бы сразу заделать пятерых минус 0. А, эээ, извиняюсь. Меня слегка убивают. Поосторожнее. Фармим. Так, давайте шапку сменим. А то я пытался нафармить. Это же шапка увеличивает удачу. С весом нормально все? Ой, нормально все. О, тут... И все, что ли, видно, Макс? Он даже нас не обидится, понимаете? Они, типа, ничего не заметили. Продолжает месиво. Очень много крови. Ай, блин, мне дали пощечину. Никогда не лезли в драку в чужую. На, на, на. А, смотрите, если я сделаю вот так. Ой, 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 извини, друг, извиняюсь. Если я сделаю вот так. Просто небольшой эксперимент. Мы должны понять, в чем разница, понимаете? В чем разница? Это называется хардкор. Играть по хардкору. Я сделаю. А, тут мне нравится. Остальная маска, кольчуга, перчатки. Кольчужный пон, а почему он одетый? Он должен был голым стоять. Все хорошо. Копье, пейта, кольцо шипами. Так что, господа, мой вам совет. Все-таки, скорее всего, лучше убивайте именно пейта. Во-первых, вы получите его кольцо. А у него кольцо офигенное. Отражает процент, есть процент, что вы отразите урон, который наносит вам. Это очень хорошо. Во-вторых, когда кто-то, когда кто-нибудь бьет вас сильно, он сам себя это мажет. Во-вторых, вы получаете полный сет. А чтобы получить сет пейта, вы не получите сет, если вы убьете этого. Нет. Сет пейта вы получите только в одном случае. Если вы призывали его во время битвы с первым боссом, с гигантом. Если вы вызвали фантом пейта, и он выжил во время этой битвы, то он вам даст сет до этой драки. Слишком много но. Поэтому гораздо легче убить пейта, получить тот же самый ключ. Вы в любом случае ключ получите. Кого бы не убили. Крейтона. Ну и это у нас все тоже обычно, да? Хотя потом посмотрим. Обычный сет. У этого тоже самое обычный сет. Все, отлично. Так, мы минусанули. Теперь делаем свое дело. А, мне нужно же теперь найти эту фигню. Кстати, я вспомню, где их домик. Их дом, где-то здесь, на этой территории. То есть, или здесь, или здесь. Я помню точно, что там есть дерево. По-моему, здесь, да, скорее всего. Пойдемте поищем. По дороге, если что, я минусану пятерых. Еще фляга. Да, я вам обещал сказать про второй осколок фляги. Он находится, знаете, где? Вот, помните, отсюда мы выходим. Ой, нет. Это какое-то другое место. Стоп. Он находится вот здесь вот. Вот, видите, вот этот домик. Снизу. Вот стоит маг впереди. Полный маг стоит. И прям под ним домик. Там свободный вход. И там лежит скелет. Там лежит осколок фляги. Вдруг его не брали. Я всегда думал, да? А что мне мешает убить после всего этого еще и его? М? Этот NPC, он нам больше не нужен. Мы его никогда в жизни больше не увидим. Поверь мне. А мы так и сделаем. Во-первых, он нам дал ключ. Мы сначала активируем дом. Потом вернемся и убьем его. Пошла отсюда. Так, и вот этот дом, по-моему, прям под нами. По идее. Пошла. Блин. Мы сейчас просто всех врагов собираем в одну кучу. Нормально. Смотрите, минусану просто по-жесткому. Вот, смотрите. Большой осколок титана. Так что запомните. Здесь можно будет пофармить осколки титана. Вон, здесь много их. Еще внизу один, да? Ханомааа. Нормально. Опа, минусану, минусану. Давай, давай. Видите, мне нравится, что его отталкивает. Это хорошо. По идее, нет. Не сюда немножечко. Значит, с той стороны. Давайте тогда мы сейчас здесь все облазим. Все равно. Так, осторожненько. Мне еще нужно будет прокачать, конечно же, перчаточки. Этот дым можете не бояться, да? Это окаменение, но оно очень медленное. Так, это не то. Это не то место. Но мы сейчас просто здесь все зачистим. Так, по-моему, и здесь был даже, нет? Знаете, какой еще плюс, да? Что мы бьем с двух рук одинаковым оружием? То, что прочность увеличивается. Это логично. Прочность будет два раза дольше. Вот она. Да, вот, вот, вот. Сто процентов. Там, видите, стоит фантом. Он одноразовый. Сейчас, во-первых, смотрите. Эту дверь можно только сломать. Во-вторых, нам нужно убить одного человека. Ну, как человека. Пародию на человека. Когда мы сломаем дверь, там будет взрыв такой водяной. Блин, я думал, я убил уже, нет? Ну ладно. Сделаем так. Потом сделаем вот так. Ай, да, сделаем вот так. Я и это пробовал, да? Я много что пробовал. В принципе, еще можно найти очень хороший хлыст, да? У него будет атака 350 физического урона. Но его можно найти только в том гнезде, помните, где рандом. В принципе, мы потом попробуем. Просто так, все равно я буду тратить. Смотрите, 29 душ. Мне нужно будет потерять вот это, вот это, вот это. Посмотрим, выпадет ли нам хлыст. Просто ради интереса. Ну, там атака 350. Можно было открыть, ничего страшного. Просто нам бы хп от него, одну третью или половину, и все. Ничего страшного не было. Это вот ихний дом. То есть, мы получаем сюда доступ в любом случае, кого бы мы не убили из них. Так, сейчас, секунду. Все, идем дальше. Получаем доступ, получаем доступ. О, здесь у нас ловушка будет бам-бах. Там сразу надо прыгать. Прыгай, прыгай. Ах, мой пукан бам-банул. Ловушка здесь будет в любом случае, кого бы вы не убили. Что у нас здесь? Ржавые монетки. Я уже говорил, для чего они нужны. Только для фарма. Все. То есть, они увеличивают удачу. Шанс, что выпадет вещь. Также они нужны для гнезда. Ну, собственно говоря, для этого мы сюда и пришли. Наручи с гравировкой. Я хочу попробовать, как это все работает. Если будет плохо работать, то мы будем тогда эти носить. Ну, посмотрим. Вообще, я подумал, да. Я буду наносить не цельный сет, а лучше собрать сет из постоянных эффектов. То есть, есть такие варианты одежды, которые работают постоянно эффект. Гравировка, наверное, вообще слабая, да, броня? Да, слабенькая. Так же, и весит много. Кстати, у меня показатели лучше, это хорошо. У меня показатели. Ну вот, возможность простой атаки стать критической. Вот что я хотел попробовать. Просто проверим, да, когда будем драться с помощью этого оружия. Плюс вообщем, да, что у нас атака более-менее быстрая. Вот давайте я кого-нибудь унижу. Хотите, я унижу любого на этой локации? Например, этого таракана. Вылезь. Вылезь, неверный. Опа, опа. Сейчас работает кровотечение. Нет, мы этого не увидели. Заметите, что кровотечение, так же, как и яд, срабатывает не с одному удара, само собой, а по-разному. Ну, давайте я расскажу немного про яд. Яд, в принципе, я уже говорил, что это такой спорный эффект. Далеко не самый лучший. Лучше, например, сделать там огонь, грозу и так далее. Но мы говорим про яд. Вот здесь, по-моему, да, вот здесь, по-моему, есть эта фигня. Кусок для бутылки. Вот эта вот фигня. Я здесь ее взял. Осколок пыляги, вот. Короче, на всех яд работает абсолютно по-разному. Кого-то нужно бить, там, 3 раза, да. Чаще всего, 4 раза, то же самое дротиками. Но есть юниты, у которых нужно 5 или 6 раз. Например, если вы будете драться с PvP, да, то там тоже примерно 4 раза нужно будет ударить. Проблема самая большая, я говорю, с боссами. 90% боссов не воспринимающего к яду. То есть у них большое сопротивление. Очень большое. Хотя, смотрите. Примерно, среднее, это 4-5 ударов. То есть, когда вы сделаете 4-5 ударов, во-первых, вот, сработает супер удар, да. Не супер удар, а супер урон. То есть, боя-то потеряет много жизни противник. Там, видите, очень все сложное, процентное соотношение идет. И, во-вторых, когда противника начнется кровотечение, да, это вот как раз 4-5 ударов примерно. Опять же, по-разному. Когда начнется кровотечение, противник будет замедленным. Он будет медленно бить, и у него будет, конечно, выносливость быстро. Он будет медленно передвигаться. Давайте я унижу, поболяю. Видите, в чем плюс еще, да? Что я его постоянно отталкиваю. Ох ты, Господи Иисусе, Дева Мария. Я же могу прочитать. Молитву. Изыдни. Опа, 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 опа. Ну-ка, сработай, смотри, сейчас много хп отнимет. А, возможно, уже было, просто мы не заметили этого. Видите, там какой-то звук был, да? Такой пшшш. Ну, конечно, еще раз. О, смотрите, вы видели, много хп от него? Кстати, заметьте, когда у него начинается кровотечение, то есть у него выносливость будет быстро отниматься. Фигаун дерзкий. Вы будете слышать, как стучит сердце его. Такой тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блин, о, видали, да, сработала адаптация. Опа. Смотрите, у него хп. Сейчас большой кусок отнимет. Ну, видите, у него не отнимает пока. Почему? Потому что у него сопротивление хорошее. А ты что был за звук? Это может быть крит? Непонятно. Блин. Ну, в общем, в любом случае, да, он плохой пример для проверки критов и так далее. Ох ты, мразь. Нечему. Так не честно. Да то, видите, сколько мы ударов делаем. Вы видите, это очень хорошо. Просто нужно как-нибудь максимально прокачать оружие. Какой он дерзкий. Вот я опять слышу сердце. А если мы сейчас попробуем подбежать, развести его? Не, не получилось. Давай, давай. Он же будет хилиться, да? Не опускаем. Самое главное, видите, когда бьем... О, звук слышите, да? Какой-то звук такой громкий срабатывает. Скорее всего, это звук критана. Я не знаю. Мы потом это все потом посмотрим. Не забывайте, что фантомы, они тоже нелегкие. Они уже пожирнее будут, чем эти заки и тараканы. Все, здесь мы все сделали. Теперь мы сделаем следующее. Во-первых, мне нужно уйти. Отсюда найти костер. Я не помню, как это сделать. Сейчас будем напоминать. Косточек у меня уже ничего нет. Я уже все потратил. Большой осколл Титанита пойдет. Так, где же у нас костер-то? Как же отсюда уйти? Потом уже, когда мы пройдем далеко, о, Матерь Божья, бедный человек. Это же все, циклично. Он теперь всю жизнь так будет, миллионы лет. Короче, ладно. А, я использовал все косточки уже, да? Блин, а где же путь домой? Я заблудился. Слушай, не сюда, не сюда. Здесь вообще выход-то есть? Как вариант, можно просто взять, разбиться, сдохнуть и все. Но я не вижу вообще выхода отсюда. Там дальше у нас босс. К нему рано, конечно же, еще идти. Тем более, у нас другой план. Давайте, ладно, я тогда найду выход отсюда, чтобы тянуть время. А, все, вспомнил. Да, 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 вот. Я уже все заходил, да? Просто я торопился. Вот. Надо в эту дырку прыгать. Да, вали отсюда от меня. Это моя дырка. Дверь сломали, хулиганы. Так, еще раз. Ох, нормально, пойдет. Ага. Потом мы заворачиваем сюда осторожно и бежим. Куда-то сюда. Но это не то. И опять я забудился. Здесь у нас, я знаю. Здесь у нас птица, да. Где наш дом? По-моему, там наш дом. Просто у нас почему-то не закрыт. Но я потом посмотрю. Блин. Ладно, короче, я сейчас это включу, когда буду у костра. Все. Мы тут. Что делаем дальше? Теперь мне нужно идти, чтобы вам показать плюшку и прокачать мое оружие. Мы нужно идти к камене яда. Я сделаю это, например, знаете где? Например, вот здесь я это сделаю. К сожалению, я уже тратил эти камни, да, на те старые клешни, тени, да. Потом я сбросил эффект. Хочу говоря, я просрал камни, поэтому мы делаем так. Опять же, не забывайте, что если вы кидаете в огонь уголь вражды, и когда вы начнете новую сложную игру, то есть новая игра плюс, этот костер, он останется, и еще будет плюс сложность к нему. Например, если мы сейчас здесь поднимем сложность до 6, и я начну новую игру. После прохождения игры можно начинать новую игру с плюсом. Это будет костер еще сложнее. Это очень важно. Ну, эта локация, видите, она на самом себе очень легкая, и в крайнем случае, если она будет прям сложная, я просто пробегусь оттуда. То есть здесь ничего страшного нет. Не то. Так, подожди, где-то она здесь должна быть. Где-то здесь должен быть я. Ну, я не помню, где, подождите. Хорошо, даже если что, захеремся, так уж и быть. И сделаем еще вот так. Я просто не помню, в какой она дыре. Но нам нужен камень, нужен. Я хочу показать одну фишку. Так, давайте зажгем тогда факел. Кстати, очень много душ, надо использовать души. Нужно использовать. Кстати, здесь я уже все поднял. Угу, она ж не в этой яме тогда получает. Давай, камень яда, где ты? Не то, не то. Опять собираем души всякие разные. Не то. Камень яда. Странно, блин, а? Сюда прыгать можно? По-моему, сюда нельзя прыгать. Сюда можно прыгать. Все было уже, да? Ладно, короче, я поищу камень яда, а потом включу. Все, короче, я вспомнил, да. Здесь был камень яд, а я поторопился. Ах, не нужно было уголь сжигать по одной причине. Камень яд, короче, спускаете сюда, бежите, там сундук. А сундук-то не обновился, это же железный сундук. Это мой косяк. Только мой косяк. Ну, само собой, мне за него отвечать. Хорошо, я вспомнил еще одно место, где можно фармить. Здесь. Сейчас я покажу, ну, вдруг кому-нибудь это нужно будет. Там тоже можно фармить, фармить камень яда. Сейчас я покажу вам еще тогда одну вещь. Это где у нас здесь есть еще один костер. Потому что он мне в любом случае нужен будет. Так, я здесь не буду ничего проходить. Мне нужно просто убивать одну ящерицу. Так, побежали. Ой, как больно, ой, как больно-то. Ой, как больно. Ой, 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 больно-больно. Пощадите, пожалуйста. Да дай пройти мне, пройти, дай. Вот эти ящерицы нам нужно поубивать, чтобы получить. Так. Ну ладно, по-моему, пути прошли. Вот такие вот пироги. Вот он, костерчик у нас, прямо рядом с боссом. То есть дальше по прямой уже босс. Далеко не все знают об этом костре. И потом страдают. Крыш, камень, фарреса. Все. Что же я буду делать? Сейчас я, во-первых, починю свое кольцо свое. И буду убивать, помните, я говорил змея. Кстати, если спрыгнуть вниз, там между двумя змеями, да, спрыгнуть вниз. Там будет такой проход, там будет дверь. Если спрыгнуть еще вниз, там будет пещерка, в которой два гиганта. Убиваете гиганта, получаете ключ. Потом опять возвращаетесь, прыгаете, открываете вторую дверь. И открываете дверь, которая была где помойка. Помните каменная дверь? Там еще много-много статуй. Все, у вас есть самый сильный сет в игре. По физзащите. Ладно, я буду, короче, сейчас фармить камень яда и покажу, что у нас получится. Все, нафармил я два камушка. Это, в принципе, было не так уж и сложно. Кстати, из них еще, кроме камней, выпадает еще один свиток заклинания. Сейчас я вам скажу, какое. А вдруг это будет кому-нибудь полезно? Ждем, ждем, ждем загрузку. Очень хорошая загрузка. Ой, какая хорошая-то, а. Видимо, сейчас, наверное, вылетит игра, как я понимаю. Загрузка очень долгая. Это рекорд, кстати. Ну, ладно, что ж. Раз такая долгая загрузка, я перемотаю. Так, все, мы продолжаем. Там какой-то такой баг был, что вообще игра в итоге повисла. Так и не загрузилась. Такое у меня было первый раз, кстати. Все, пришли мы к нашему кузнецу. Кузнецу, кузнецу. Оп, все. Сейчас мы будем зачаровать оружие наше. Сначала мы починим кое-что. Кое-что. Я хотел вам показать интересную такую плюшечку с нашим оружием. Давайте возьмем, например, любое другое оружие для примера. Копье Хейда мы не будем, кстати. А если мы зачаруем... О, смотрите, как прикольно, да? Если Копье Хейда есть молния, да, зачарование, то мы можем или молнию усилить, само собой, или мы можем еще и добавить огонь. Ну, знаете, возьмем, например, топор. Чтобы зачаровать его на яд, что же будет? Во-первых, у него уменьшится... Нет, топора мы не будем. У него магия. Например, вот. Обычный фальшион. А, нет. Вот. Обычная сабля, у которой ничего нет вообще. Берем. Чтобы зачаровать на яд, видите, мне нужно будет 20 там атаки, да, с чем-то. Ну, не важно, короче. 30 атаки, да, отнять. И тогда прибавится у нас 100 яда. При этом, видите, показатели изменятся в худшую сторону. Сейчас у него ЕБ, а будет ЕЦ. Теперь смотрите на нашу клешню, когти. Это ухудшается атака. Ухудшается. Все ухудшается, смотрите. А если мы поставим на яд? Опа. У нас все улучшается. А-а-а, посмотрите на это чудо. Во-первых, у нас увеличивается атака. С того не всего. Кто бы подумал, да? Во-вторых, у нас прибавляется отравление. И в-третьих, у нас усиливается кровотечение. Вот это такая секретная плюшка. Это относится именно к этим когтям. К другим когтям это не относится. Видите, это именно только яд. Видите, все другое, так обычно, да? Все отнимает атаку. А мы здесь даже атаку не теряем. Мы ничего не теряем. Да, у нас изменится показатель, да, множитель. Но совсем немножечко изменится. На одну, да, будет B вместо A. Ну, это не такая страшная история. При том, что показатель у тех когтей, когти тени, да, у них еще хуже показатель. Поэтому это все равно, в любом случае, будет лучше. Я уже говорю, что яд, в принципе, не так уж и важно, но... Посмотрите, это будет еще одна особенность. А я подумал, а можно еще так сделать? Можно еще найти заклинание? По идее, должно работать. Огненный меч. Помните, я вам говорил? Прикиньте. И тогда мы еще оружие, только правое, по-моему, ну, да. Только правое оружие мы еще наделяем огнем. И вас будет бить физическим уроном, огнем, ядом и кровотечением. Ну, посмотрим, что у нас получится в итоге. Опа, красота. Да, мы потеряем только один показатель. То есть, будет вместо A, B будет. Ну, это не самое страшное, что можно... Чем можно пожертвовать? Здесь тоже самое делаем. Ох, какая красота. Ну, вот как-то так. То есть, казалось бы, да? Мы зачаровали. У нас, во-первых, увеличилась атака. То есть, на 10 уровне плюс 10 у нас будет не 130, а будет 110. Ой, извиняюсь, 140. То есть, атака, по факту, будет плюс 10 в итоге. Еще, по-моему, 140. Ну, мы посмотрим, в любом случае. Да, 140 будет. Еще у нас прибавляется яд. И кровотечение прибавляется. Потом, если мне перчатки критического урона не понравятся, я буду носить перчатки увеличения кровотечения. Также я потом смогу носить кольцо Ковенанта Крыс, который увеличивает яд, по-моему, на 50 единиц. Очень много бафов. Очень много. Еще собрать огненное оружие, как я говорил. Теперь нужно будет апгрейдить. Что, давайте на какой-нибудь попробуем. Яд, яд, яд. В любом случае, мы ничего не потеряли. В этом и есть вся соль, да? Что я ничего не потерял при зачаровании. Так, далеко, далеко. Опа, опа. Ой, больно, больно. Он меня убивает. И опять унижен. О, вкусняшка. Давайте тогда убьем пока собаку. Вот на собаку, например, чтобы у него не было кровотечения, нам нужно раз 6 ударить точно. Вы видите, сработало у него кровотечение? Я слышу звук его сердца. Опа. В любом случае, ногти, видите, это очень такое тонкое оружие. В том плане, что у него маленький урон. Поэтому в любом раскладе нужно прокачивать на максимум ногти. Чтобы хоть что-нибудь дамаживать. И нужно уже основные характеристики множителей прокачивать. Одно же свои нюансы, я потом расскажу про них. Так, я хочу его травить. Угу, пока не травится. Но помните, что ему надо много ударов. Сработало кровотечение, я слышу. И вижу. Пока еще не отравился, посмотрите. Нет. Вот отравление, да, проблема для него, конечно. Но я все-таки попробую отравить кого-нибудь. Попробую другого. Скелета попробую отравить. Но, скорее всего, он умрет быстро, ну ладно. Ну, любнулся же, как я уже сказал. Да даже если как-то плохо работает яд, это же без разницы. Ну, молодец. Это было быстрое отравление. Ну, собак мы точно не отравим, конечно же. О, как больно-то. Ну, вот так вот. Сейчас я с ними расправлюсь, если получится. Потом прокачать нужно ловкость, да, чтобы бить очень долго. Помните, когда я первый раз выходил на арену, да, меня кулаками забивали? Заколебала ты меня уже. О, давай, сейчас меня собака убьет. Да? Легко. Он меня там забивал, потому что я не мог просто выйти, понимаете. Он начал меня бить, да, и я не мог отойти никак. Здесь то же самое можно. То же самое, если выносилось прокачать, мы можем долго бить, 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 и не отпускать врага. В итоге, в идеале, сработает кровотечение и сработает яд. Все, тогда я сейчас буду искать ресурсы, чтобы прокачать оружие до конца, да. Ну, и хочу все-таки помогать другим проходить, тоже получать опыт и буду характеристики апгрейдить. Потом вам покажу, что получилось. Потом мы с вами сходим, а нам нужно будет убить босса, да, опять. Грешницу. Чтобы я получил заклинание. Там будет убийство на НГ+. То есть, там будет сложность гораздо сильнее, гораздо сильнее. Посмотрю, как и работает у нас эти рукавицы. Оставить их, или я верну наши, которые увеличивают кровотечение. Ладно, я посмотрю, короче. Друзья мои, с возвращением. Эх, по нашей традиции, у вас прошло миллисекунду. А у меня уже прошел день. Так вот, все. Все, что я хотел, я все сделал. Все проверки провел. Все, теперь мы сейчас будем продолжать дальше проходить. Потому что я уже говорил, да, что мы очень быстро проходим. Тринадцатый выпуск, по-моему, залит. Это будет четырнадцатый. И мы уже прошли почти половину, или даже уже больше. Это вот тоже не очень хорошо. Слишком быстро пройти. Поэтому, видите, я стараюсь уделять время еще другим нюансам. Вот я пробовал собираться так, как... Ну, это шапка для поиска. То есть, хотел сет тени. Собрал сет тени, у которого тип рарный, да, то есть редкий. Я вам показал, где его фармить и как фармить. Потом захотел тот один из лучших мечей. Помните, я говорил. Нашел, соврал, все отлично. Кстати, я, когда вот эти вот камушки относил, там ничего интересного я уже вам показывал. Когда, помните, кидаем в корзинку. Ничего нового там нет. Выпала одна шляпа, вот кроме вот одного. Старый кнут, который я вам говорил. Помните, у него атака будет потом триста восемьдесят. Но, у него есть огромный минус. Он ломается очень быстро. Буквально ударов, да даже десяти. Ну-ка, сколько у него прочность? Сорок. Запомните, что когда у оружия написано прочность, еще влияют разные факторы. То есть, не значит, например, если вы возьмете там одно оружие, остальное месяц, у которого будет пятьдесят. И, например, еще дубину, у которой будет семьдесят. И, само собой, дубинка, она, по идее, будет ломаться гораздо быстрее. Просто здесь еще идет учет, да, типа оружия. Ну вот, суть в том, что у этого оружия прочность сорок. Ну, ломается оно нереально быстро. После, ну, пяти-шести ударов. Может быть, максимум десять. Десять ударов, и оно сломано. Просто помните, я вам говорил, что из гнезда может выпасть. Вот она выпала мне. Но нас это не интересует. Кстати, у него потом будет показатель А на ловкость. То есть, очень хорошая прибавка. Позже я вам расскажу про атаку и так далее. Про скалирование. Ну, я вот говорю, множитель, да, он называется скалирование. Но я не люблю это слово. Я вам все-таки потом расскажу. Вот, видите, появляются призывы для ПВП. Вот, призывы и так далее. Для чего я сюда пришел. Сейчас у нас осталось немножечко времени, да, чтобы закончить этот выпуск. В следующий выпуск мы уже прям ударим в прохождение, будем нагибать. Что я хотел сказать. Давайте я еще раз расскажу вам про поиск предметов. Как увеличить ваши шансы. Во-первых, что в игре существуют четыре шапки для поиска вещей. Четыре. То есть, получается, первая шапка... Так, ой. Вот, первая шапка. Странствующего торговца. Если вы возьмете класс, да, странник, у него уже изначально будет такая шапка. Или вы можете ее купить у старуки, у которой большой порфель, помните? Которые потом приезжают в нашу деревню. Первая шапка. Вторая шапка клоуна. Ее покупать можно здесь. Помните, здесь мужик. Мы к нему походили. Вот, торговец. Он продает полностью сет шута. Не клоун, а шут. Потом еще есть два типа шапки. Это, получается, как бы одна и та же шапка заключенного. Но эта шапка, она имеет два вида. То есть, есть открытый шлем, да. Ну, там не шлем, там какие-то тряпки, но неважно. Открытый шлем и полностью закрытый такой шлем. Они тоже оба дают прибавку к шансу найти предмет. И еще есть предмет, это одежда, то есть туловище. Помните, я говорил, туловище заключенного. Так, где это все найти? Про шапку странствующего я сказал. Шапка шута здесь. Потом шапку и туловище заключенного лучше всего искать в локации помойка. Там заключенных очень много, очень много. Поэтому шансы нафармить велики. И запомните, смотрите. Эти там нежить, да, заключенные. Они ходят без шапок и без туловища. У них, по-моему, только брюки. Это не важно. Даже при этом будут выпадать шапки и туловища. Не важно, одета, не одета. Потом, а также еще есть монетки, да. Везде вики писали, я еще давно читал, что они увеличивают удачу, найти предмет. Например, вы скушали монетку. Ну, не знаю, что он там делает. Использует монетку, потом идете фармить, убивать, да. И, типа, возвышается шанс, что выпадут нормальные вещи. Я, честно, много раз проверял, в прошлый раз, когда я играл, да. Я не скажу, что монетка прям очень сильно влияет. Как по мне, честно, она вообще не влияет. Но, факт есть факт, что монетка тоже увеличивает шанс найти предмет. То есть, используем, идем искать предмет. То же самое, когда вы рандомите в гнезде. Тоже используете монетку, и есть шанс, что что-нибудь выпадет хорошее. Я, опять же, не согласен с этим, но ладно. Факт есть факт, так пишут. Еще, что поможет нам для поиска вещей, это кольцо с золотым змеем. У меня, по-моему, сейчас его нету. У меня его нету, да. Где его брать? Угу. Первое кольцо можно найти в Железной Цветотеле. Именно в этой локации. То есть, там будет три левела. Первый левел. Ну, самый первый, да. Просто здесь валяется где-то. По-моему, в сундуке валяется. По идее, ну-ка, что-то вверху. Ну ладно, я потом покажу. Потом, а кольцо плюс один, то есть второго левела, можно взять у этого мужика, когда мы купим у него товара на 10 тысяч. Он даст нам сам. Кольцо плюс два, то есть третий левел. Как я, помните, говорил, это если убить Медузу. Помните, мы убивали Медузу, ядовитой локации, Мельница. Ее нужно убить на НГ плюс. То есть, перед ней прямо сжечь уголь вражды в костре, который сверху, и идти ее убить. Тогда у ней выпает кольцо плюс два змей. В принципе, а. Теперь, и это, про известное увеличение. Насколько известно и увеличение шанса, да? То есть, что у нас есть в доступе? Во-первых, смотрите. Все шапки и туловище заключенного. Неизвестно абсолютно, какой процент увеличения шанса. То есть, полностью закрыта информация. Ни в одном источнике не написано, какая шапка лучше. Это или шута, или заключенного никто не знает. Могут там кто-нибудь догадываться там. Как по мне, мне нравилась шапка именно заключенного. Но, с другой стороны, шапка шута, она стоит две тысячи, да? Кажется, тоже, да? Так, это потом. Кажется. Да подожди, ты что ж такое существо? Кажется, из-за того, что она стоит дороже, типа, ну, вдруг она должна повышать процент больше, да? Но это неизвестно. Известно только одно. Сколько повышают кольцо? Кольцо с золотым змеем. Первое левел, то есть обычное кольцо, которое валяется в замке, я уже говорил, 50%. А потом второе левел, это золотое кольцо плюс один у него, 75%. И кольцо, которое у босса Медуза, да? Локация Демельница, там они где-то 100%. Что значит 100%? Это не значит, что вы 100% найдете вещь. Нет. Что ж вы такие наивные? Это значит следующее. Например, есть у нас скрип, юнит. Например, возьмем вот этого. Ну, вы его видели, по-моему, да, уже? Вот мечник, да? Ну, не важно, короче. Давайте я попробую показать здесь. Вот, если вот. Вот, мечник стоит, да? У него есть дроп, определенный дроп итемов. То есть, что будет выпадать при смерти? Во-первых, это полностью его сет. Шапка, туловище, сапоги и рукавицы. Также выпадает его меч. Это катана. Великолепный меч. Один из лучших. Я уже, по-моему, говорил, что у него на самом последнем левеле будет показатель S скалирования. S, это очень огромная тема. Ну, все равно мы не про это говорим. Так вот, смотрите. Я забыл, про что я говорю. Матерь Божья. А, все. Также, по-моему, что-то еще может выпасть, да? По-моему, самоцвет жизни. Но это другая история. Все. У него, это, есть дроп лист. У этого дроп листа есть процент. С каким процентом может выпасть определенный предмет. И, само собой, это тоже очень важно. Например, шапка. Кстати, заметьте, сколько я фармил, да? У них шапка выпадает позже всего. Могут там по три раза выпасть клея... Господи Иисусе. Может три раза подряд выпасть у него катана, но не выпасть шапка. Так вот, например. Процент, что выпадет шапка, 2%. Вы одеваете кольцо со змеем, который увеличивает на 100%. Что это значит? Это значит, 2% мы прибавляем плюс 2. То есть, с кольцом у нас шанс, что выпадет шапка, 4%. Вы понимаете, да, суть? Вы чуете это? Хочу говоря, это ужас. Просто ужас. Если хотите, можете фармить идти кольцо. Это плюс 2, да? Я не буду этого делать. Я лучше возьму у него плюс 1. И мне этого хватит. У меня будет шапка, которая неизвестно, сколько она прибавляет. Это никто не знает, опять же. Какая из них лучше? Может быть, у них одинаковый показатель. Остается только, не знаю, гадать, молиться, читать Библию и так далее. На удачу. Ну, я скушаю потом монетку. Теперь, что будем делать дальше? Я вам рассказал полностью про поиск предметов. То есть, для чего это я вам рассказал? Чтобы вы могли сами себе собрать любой сет, который вы увидели в игре. Там, увидели какой-нибудь врага? Ну, само собой, там, кроме Огра, да? Огра нету сета, как ни странно. Там, увидели какой-то там злодея, там, воина, да? Типа, вау, у него доспехи интересные. Все, одеваете шмот. Например, шапку. Если вы начинаете только играть, вам сразу же будет доступна шапка. Практически сразу, когда вы забытую крепость найдете. Заброшенная, как она называется, ну, не важно. Первая крепость наша, которая будет. Она будет в самом начале. Там сразу же можно купить, будет, шапку. Кольца вы сможете покупать или находить уже именно здесь. В этой локации. Раньше вы их не найдете. Но, по-моему, еще есть шанс, что кольцо со змеем, да, золотым, может выпасть из гнезда. Когда вы будете рандомить. По-моему, такой тоже есть шанс. Также вы можете пойти нафармить ту вещь, которую я говорил, помните? В помойку. Тоже, это, в принципе, не так далеко. То есть, вам нужно будет спрыгнуть в дыру. Убить босса крысиного, да, крысу эту. И все, и вы попадете в помойку. Там будете потихонечку фармить, собирать шмот. Все, я вам полностью рассказал, как можно поднимать свои шансы найти предмет. Ну, и не забываем юзать монетки. Ну, я уже говорил, да, что я не верю в эти монетки. Но я знаю, что они, по идее, должны помогать. Ну, может быть, мизерно помогают. Так, теперь, что у нас будет дальше? Я сказал, да, что в последних выпусках я больше всего экспериментировал. Я хотел попробовать те рассказчики, которые я не пробовал раньше. Там, рукопашка, там, разные варианты. Я пробовал с хлыстом. Все, эксперименты закончились. Я уже все попробовал, мне уже все не надо. Теперь, что я делаю? Во-первых, я собираю сет. Опять, да. Ну, тоже будет без вас. С которым я прошел прошлую игру. Потому что это сет мой самый любимый. Вы спросите, что же это за сет? Знаете, когда я пришел на эту локацию, да, заделал меня опять за больной. Я вспомнил именно про этот сет. Вот он. Он перед вами. Я не помню, как они называются. По-моему, Алойские рыцари. Ну, типа такого. Вот, это сет Алонского рыцаря. Он перед вами. Но у него обычный сет. Есть еще сет командира. Ну, уже говоря, командир, по-моему, как называется, я не помню. Руководитель. Директора. Еще говоря, помните, есть еще такие же ушники, которые прям больно бьют. Ой, ой, извиняюсь. Нам нужен ихний сет. Отличие только в керасе, да, и в шапке. То есть, например, у сета командира, у него шапка по-другому выглядит. И там у него защиты побольше. И кераса тоже защиты побольше по-другому выглядит. Я буду собирать его весь сам. То есть, само собой, я не буду вам показывать. Смысла нет. Например, я уже, видите, убил этих. Самое легкое из этого сета собрать, во-первых, катана. Это вообще легко. Потому что эти рыцари, да, их здесь много, понимаете. Шансов полно. Тем более, я уже собрал. Вот. Вот. Алонского, правильно, рыцаря. Понаджи. Наручи. И понаджи найти легко. Самое сложное найти шапку и керасу, потому что она выпадает только у командиров, как я сказал. Командиры это те самые лучники. Они здесь есть. То есть, если мне пройти по прямой наверх и выйти там на пласткарт, да, там будет минимум 4 лучника. То есть, ой, она станет от меня. То есть, я буду их убивать в ПКД. Само собой. А, давайте я это сейчас покажу, и мы закончим. Давайте сейчас мы сделаем кольцо, чтобы он нам дал кольцо. И все, и мы закончим на этом. Так вот. Во-первых, я соберу полностью свой сет. Я уже юзал сосуды. Ну, для себя, просто для экспериментов. Но у меня есть еще один сосуд. Само собой, я оставил. Потом, мы с вами пойдем, и я покажу, как использовать сосуд души. И еще я скажу вам прям определенные секреты еще. Это очень важные бои. Мы используем сосуд, и я полностью опять все перераспределю, чтобы у меня нормально подошел сет. Сейчас я его не одену. Видите, у меня уже все, 60%. Если я одену кирасу... У меня есть кираса обычная. Видите, 85. Все, я уже ничего не сделаю. Но это обычная. Мне не нужна обычная. Мне нужна капитана только. Так вот. Мы с вами, во-первых, перераспределим все. Оружие у нас есть. Помните, я говорил, это одно из сильнейших оружий в игре. И мое самое любимое. Вот. Маракума. Также я вам скажу еще про атаку. Я вам расскажу про секреты атаки и так далее. С чего она строится. Что нужно делать, и что не нужно. Смотрите, еще для этого меча... Уже времени много, но ладно. Для этого меча, видите, нужна сила. Я сейчас перераспределял, поэтому силы у меня всего лишь 9. Для этого меча нужна сила. Но если я буду наносить его в двух руках, а само собой, я буду только в двух руках его наносить, то силы нужно будет меньше. То есть, требование 20 силы, да? А если в двух руках, по-моему, нужно будет 15 сил. Я точно не помню, я посмотрю, обязательно прочитаю. Показатель А у него, видите? Еще 2 лео нужно апнуть, и все. Вот такие вот пироги. То есть, в следующей серии я буду перед вами стоять с этим оружием в руках, и у меня будет сет Алонского капитана. Я уже сказал, почему, да? Давайте еще расскажу, почему именно такой сет. Во-первых, потому что он очень красивый, да? И он довольно редкий. Я очень редко видел, что кто-нибудь ходил в полном сете. Они могут носить там отдельные части керасу, но полный сет капитана это редко. Во-вторых, отличная броня. Потом, когда вы прокачаете, он, знаете, дебил бегает впереди. Чего ему не сидится? Когда прокачаете, у вас будет броня 800-900 минимум. Еще будет плюс ваша прибавка от ФЗЧ. И третья причина, да? Там хорошее сопротивление сихиям, и в первую очередь огню. Это один из лучших сетов у которых сопротивление к огню. Но само собой, чтобы у вас было хорошее сопротивление к огню, сет нужно прокачать полностью до плюс 10. Полностью. Потому что, когда вы прокачиваете одежду, там увеличивается и сопротивление, и так далее. Ну, потом все расскажу. Здесь, я, по-моему, уже говорил, там находится у нас уголь вражды, если кому-то нужен будет. То есть, слазите сюда, прыгаете на огненный и сразу же прыгаете на простой. Похилились, опять прыгаете на огненный и сразу прыгаете на простой. Берете, и потом обратно, лучше всего, косточка возвращения. Все. Это было несложно забрать. Следующий выпуск у нас будет самый интересный. Мы соберем сет, будем его апгрейдить, и вы увидите нового персонажа, крутого, не этого бомжа, а крутого. Все, друзья мои, давайте до следующего выпуска. Пока!